Они не просто играют, они живут и горят футболом. Для многих мальчишек этот турнир сродни Лигой чемпионским сражениям. Игра на выбывание, потому и настрой на каждый матч зашкаливает. Но эмоции тут лучше оставить в стороне. На первый план выходят тактические заготовки и командный дух. У нас чаще всего атаки по флангам. Мы приехали сюда выйти из группы, побороться за призовые места. Почти таким же юным начинал свой путь в большой спорте Виктор Иванович Карпов, патриарх и легенда самарского футбола. С его именем связаны самые высшие достижения крыльев Советов в советской истории. Виктор Иванович был капитаном команды, добирался с фолжанами до четвертого места в чемпионате и дважды выходил в финал Кубка СССР. Сначала как игрок, потом как тренер. Виктор Карпов был капитаном второй сборной СССР, дружил с Эдуардом Стрельцовым и Львом Яшиным. Сегодня в клубе и стоит задача сделать эту преемственность, чтобы молодые ребята, дети знали тех футболистов, которые играли за футбольный клуб крыльев Советов, чтобы они старались быть похожими на них. В 14-м по счету розыгрыша приняли участие 8 команд юных футболистов со всей области. Накануне проведения турнира Виктору Карпову исполнилось 93 года. Сновеление его происходило, когда шла Великая Отечественная война. И в год 75-летия, это очень знаково, что вспомнили, что Куйбышев запасная столица. И Куйбышев, Самара показывали, что страна воюет с одной стороны на фронтах, но в тылу не унывая готовится, работала промышленность и в том числе бурлила жизнь. И сейчас спорт становится нормой жизни для молодого поколения. А это одна из целей, инициированного президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта «Демография». В этот раз турнир завершился победой команды Академии футбола имени Юрия Коноплева. Остальные участники получили ценные подарки и призы. Сергей Павлов, Сергей Александров, Новости губернии. Сергей Александров, Новости губернии.